Итак, вопрос гласит, что же будет с Украиной после выбора в Верховную Раду. Сама Украина, то есть то, что какая она, что она хочет, к чему она стремится. Сама Украина стремится к новому, к новым ожиданиям, к новым переменам. Хочется ей самой Украине смены обстоятельств, смены правил. Возможно, даже глобального формата, то есть смены социального плана ждет она серьезных, решительных перемен. В то же время данная карта говорит о том, что ожидает она мира, хочется ей уже мира, хочется ей расцвести наконец-то, а не страдать. Но враги имеются, враги есть как внутри страны, так и наружные враги есть. Как мелкие, так и крупные деятели, которые вот мешают ей расцвести, мешают ей приобрести, можно даже сказать, какого-то плана и свободу действий. Не полную свободу, да, допустим, это не тоже не всегда очень хорошо, когда есть полноценная свобода в стране. А нету законности, правильной законности, которая бы устраивала саму страну и всех ее жителей. Дальше. Расскажет карта, что же будет происходить, что же мы будем видеть. Первая карта и это Верховная Жрица. Это тайна, закулисье. Что-то готовится, чего мы не ожидаем. Документы готовятся, законы готовятся, которые люди еще не ожидают. Для них это будет удивление, для них это тайна. Они это еще не приоткрыли. Много будет новшеств. Придется спешить, придется быстро улавливать за всем. Все-таки новое, новый режим, новые действия, новые движения, они будут. Они витают в воздухе. И Верховная Жрица нам об этом говорит. Вторая карта говорит все-таки о победе. У самой страны есть все ресурсы, все действия стать победителем. И есть крепкая рука, которая держит. После выборов Верховную Раду у президента будет большинство. Здесь явно об этом характеризуется и говорится. Следующий момент. Голупец. Ну что ж, ему главное мало кому доверять. Не быть все-таки наивным. Ставить перед собой серьезные цели и выполнять их. В его команде могут все-таки пройти голубцы, которые могут давать ему неправильные указания. Как бы даже не указания, а совета. Неправильные к решениям показывают ситуацию. Искаженно. Поэтому ему еще придется работать над своим составом. Но хотя в большинстве случаев у президента будут все ключи. У него будет такое вот, как карта говорит о том, что глупое везение. То есть ему снова повезет. Везение будет. И это везение ради его личной цели. То есть человек желательно, действительно желает, действительно хочет получить результат. И судьба ему в этом благоволит. Что еще ждет? Ну что же, будет помогать ему женщина, женское начало. Это может означать и саму жизнь, и саму судьбу. Это может означать и действительно какую-то личность, причем весомую личность. Также это может означать и поддержку со стороны, допустим, вот жена его поддерживает. То есть женский пол будет его поддерживать. Женское начало будет рядом с ним. Плюс он очень сильно будет работать в плане материнства, в плане женщин. То есть как бы какие-то законы в этом плане будут. И относится он к своей стране как к матери. То есть все-таки у него истинные натуральные желания. Верховную Раду все-таки пройдет его большинство. Это будет ему действительно помогать, президенту. Действительно у него будут развязаны руки. Он сможет решить, сможет все-таки сделать то, что он наметил. Ну, чего мы еще не знаем, то, что нам предстоит. Выбор. Выбор сделан был не совсем им. Выбор был сделан людьми. Выбор будет выбираться людьми. Вот после выбора Верховную Раду, то есть мы выберем того, кого выберут люди. То есть люди выбирают и выберут они второй раз того, кого им надо. То есть особых... Я не вижу здесь вмешательствами выбора. Не вижу, чтобы это у кого-то что-то вышло. Все-таки выбор будет за людьми. И тот, кто пройдет Верховную Раду, это полностью и выбор самого народа. Ну что ж, карта Луна на данном месте нам показывает о том, что есть проблемы, которые не отлагают вмешательств, которые нужны для того, чтобы сейчас улучшить уже состояние. И это говорит, видите, да, какая карта Луна воют. Полуволки, полусобаки на Луну. То есть это в мыслях есть у него. Это война. Ее нужно закончить. Это все будет после выбора в его руках. Он сможет это сделать. И желательно ему сразу этим и заняться. Так как у него будет большинство, и он может это сделать. Что же сама Верховная Рада принесет вместе с президентом? Да, в данном случае мы не убираем и посмотрим, будет у них какие-то скандалы и споры или нет. Ну что ж, карта Четверка Пентакли. Не будет у них скандалов особых. Не без того, но тем не менее, в основном все будет как-то сплоченно. То есть они друг другу будут подсказывать, они друг другу будут помогать. Да, действительно, большинство Верховной Ради будет за президентом. Выборы помогут стране. Выборы реализуют планы самого президента, реализуют планы самой Украины. Теперь посмотрим, что же ожидает. У нас еще две скрытые карты, тайны и то, что на сердце. Давайте посмотрим на сердце, то, какой Украиной станет через 5 лет правительство данного правления. Что ж, она станет спокойной, мирной. За 5 лет она станет... То есть не надо будет ехать за границу, чтобы работать. Будет работа, будет усердие, будет желание работать в своей стране. То есть значит будет хорошие финансы, будет оплата, жилье. В плане каких-то тарифов сразу не получится их убрать или как-то уменьшить. То есть не быстро это будет реализовано, как хочется народу или как хочется еще кому-то. Тем не менее реализованность будет. То есть жить полноценно, не зарабатывать где-то на стороне, существовать в своей стране с радостью. Сможете. И Украина сможет это сделать, сможет сделать такой рывок вперед. Поэтому самое главное сейчас обстоятельства состоят так, что самое главное, кто пройдет Верховную Раду, кто же ее возглавит. И по картам мы явно и четко видим, что народ выбрал президента, народ и выберет свою Верховную Раду. То есть сможет реализовать дальнейшие свои действия и свой план. Ну и что на сердце? Что на сердце у страны? Что же, какие тайные события ожидают, которые, возможно, не влияют даже на вопрос, а, возможно, и лично подчеркивают данный вопрос? Мир. Ну что ж, карта Мир говорит о том, что да, есть закулисья, которая хочет войну, которым выгодно воевать, которые зарабатывают, возможно, даже на этой войне, но это будет разрушено, это будет окончательно разрушено. И мы получаем то, что народ выбрал себе президента, народ выберет Верховную Раду, народ выберет себе мир, народ выберет себе работу. То есть все в руках, в данном случае в Украине, именно у народа. И чем больше и дальше будет эти время, тем больше будет появляться людей, которые могут брать все в руки, могут работать с народом, могут действовать с народом. Мир говорит о том, что все-таки настанет этот долгожданный мир, настанет спокойствие, будет работа, Верховную Раду выберут правильно. Да, возможно, еще кто-то пройдет, но они не будут иметь, кому-то не нравится, большинству, допустим, больше меньшинству. Но, тем не менее, они особого влияния на полноту жизни людей, на полноту законов не будут влиять. Влиять будет президент, влиять будет народ, влиять будет новая выбранная Верховная Рада. То есть Украина действительно сделает правильные шаги. Ну что ж, поживем, посмотрим.